Утро на Болткоме. Ну и у нас еще остается буквально 10-12 минут для того, чтобы поговорить на очень и очень актуальную для многих тему. Рижская строуправа собирается при помощи дронов отследить незаконные кабельные провода на крышах, ну и выявлять спутниковые тарелки на фасадах домов. Ну и это еще не все, потому что Национальный совет по электронным СМИ сообщил о внедрении мощного программного обеспечения, которое позволит Латвии более успешно, как отмечается, вести мониторинг сайтов, ведущих ретрансляцию телепередач без соответствующего разрешения, то есть пиратских. И совет сотрудничает с госполицией и обществом за легальное содержание, выявляя такие интернет-порталы, противоправно предлагающие как российские, так и латвийские каналы. И за прошлый год констатировано 48 таких сайтов, а в прошлом месяце этого года начато уже 7 новых делопроизводств. И возникает вопрос, так все-таки что можно смотреть, а что нельзя смотреть? Этот вопрос мы адресуем председателю управления Латвийской ассоциации электронных коммуникаций Илмарсу Мулцу. Господин Мулц с нами на Zoom связи. Доброе утро. Доброе утро. Надеюсь, вы меня слышите. Да, слышим. Слышим, видим, все очень хорошо. И надеемся, что видим легально. Электронная коммуникация с председателем правления Ассоциации электронной коммуникации происходит успешно. Так объясните, пожалуйста, логику и Национального совета, и в принципе государства, как регулируется эта сфера, что в интернете можно смотреть, что в интернете нельзя смотреть, а где проходит некая серая зона на данный момент, еще ожидающая своего правового регулирования. Да, вопрос понятен. Дело в том, что сам термин «пиратство» — это не совсем из сферы электронной коммуникации. Как мы знаем, это исходит из мореплавания раньше. Но под «пиратством» подразумевает сейчас использование радио- и телевизионных программ без согласия владельца этой программы, то есть без согласия вещательной организации, которая эту программу создает. И по всем законам и конвенциям авторского права, только вещательная организация может дать разрешение кому-то эту программу распространить дальше. А в этой ситуации сейчас положение такое, что есть программы, которые передаются для открытого приема. В эфире через спутник, где любой человек может установить свой приемник, свою спутниковую тарелку, смотреть, и там никаких ограничений, естественно, нет. «Пиратство» начинается в том случае, если кто-нибудь обладает каким-то устройством доступа к закрытой программе, так называемой кодируемой программе, раскодирует эту программу и дальше уже продает за ними, то есть начинает делать свой бизнес. Это принято называть сейчас пиратством. Ну а что касается интернет-сайтов, конечно, есть интернет-сайты, которые программы дальше продают легально, но есть и такие, которые нелегальны. То, что Национальный Совет сейчас начинает мощным средством, ну как будто фильтровать, кто что предлагает, кто что продает, ну это, конечно, хорошее желание, но окончательной, объективной проверки там сделать почти невозможно, потому что если этот предоставитель услуг находится вне территории Латвии, то довольно трудно установить, имеет ли он разрешение на эту программу от владельца программы или нет. Но здесь в основном происходит отбор таким образом, что если в пакете предложений этих программ появляется и какая-то нибудь латвийская программа, а владелец латвийской программы говорит, что он ни в коем случае такому оператору права не давал, но тогда есть основания предположить, что другие программы тоже вряд ли имеют разрешение от соответствующего программодателя. Это такой признак, по которому можно как будто отфильтровать, кто легальный, кто нелегальный. Господин Молдов, то есть я правильно понимаю ситуацию, если я, например, захожу на какой-нибудь интернет-сайт с украинским доменом, который предлагает пакет телепрограмм, и в нем есть, ну, условно, сигнал ЛТВ-1 или ЛТВ-7, то это заведомо пиратский сайт, и лучше им не пользоваться, потому что мне за это прилетит какое-то наказание. Если сигналы латвийских телеканалов они не предлагают программы... Но есть там, например, РТР, который вот исключен... Да, но есть, например, российский, или не обязательно российский, какие угодно. Там кому-то интересен, например, белорусский телеканал или тот же самый украинский телеканал, то там уже вопрос, по большому счету, спорный. Это очень спорный вопрос. Действительно, это так, что потому что, чтобы применить наказание, должны быть доказательства. А доказать просто на то, что там имеется эта программа, это очень сложно. Тем более, что хотя бы такая программа, как Россия, РТР, имеется в свободном доступе на домашней странице самой компании РТР. Так эта страница будет блокироваться в Латвии или нет? То есть получается ситуация... Нет, эту страницу блокировать практически невозможно, потому что сервера находятся не в Латвии, и даже если будет заплатирован какой-то конкретный адрес, это при сегодняшней технологии никак не помешает доступ к этой страничке в другой стране. Так что эта блокировка практически невозможна. Ну и опять же блокируют сами правообладатели сайта, которые обладают этим контентом, на определенные территории. Это связано с распространением сигналов, в том числе с рекламным рынком. Да, вот зачастую можно же видеть этот титр, что, к сожалению, правообладатель ограничил трансляцию на вашей территории. Да. Но это связано не столько уже с рекламой и такими темами, что связано с содержанием, которое производит не сама вещательная организация, на счет собственных передач, я не помню случай, когда вещательная организация запретила бы передачу использовать. Но если вещательная организация закупает права на какие-то кинофилии или спортивные передачи, там уже играет роль цена этой продукции, которую эта вещательная организация закупает на определенной территории. И если эта территория выходит за эти пределы, тогда это решательная организация. Например, Россия, она если закупила только для территории России, а окажется, что программа доступна в Латвии, тогда российская компания обязана ее оплачивать в латвийской территории. А это, конечно, для решательной организации накладно. Спутниковые тарелки, они сейчас легальны или нет? Вот, чтобы тоже прояснить. Спутниковые тарелки абсолютно легальны, там никаких ограничений, никаких нормативных актов нет. То есть, если, ну, потому что мы вроде бы читаем, что рижская строя права будет выявлять спутниковые тарелки на фасадах домов, то есть многих это испугало. Не будет ли расштрафован человек там за то, что он пытается посмотреть спутниковое телевидение? В любом случае, это не с целью штрафовать за просмотр содержания. Тут интересы рижской строя права в другом, что они немножко озабочены, как эти тарелки прикреплены, не будут со временем там эти болты разжаветь, и они будут падать. Это чисто с точки строительных вопросов. А, то есть какие-то строительные нормативы и соображения эстетики, да, имеют значение? Да, 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 это уже, там тоже, правда, точного регулирования нет, но хотя бы, скажем, ну, определить, сколько этих тарелок, где они находятся, ну, это, конечно, может делать рижская дума, что они этим будут потом делать, это другое вопрос. У нас еще один звонок сразу. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Добрый день. Я живу на последнем этаже, и у нас чердак закрывается на ключик. Ключ есть у меня. И вот очень часто мужчины стучат, звонят в дверь, откройте чердак, это интернет. Но на спине ничего не написано, откуда он, в обыкновенной куртке, и поэтому вся стена продырявлена этими дырочками, куда они провода на следующий дом тянут, да. Ну, вот это как-то и некрасиво, наверное, и неправильно. Вот такие провода надо отрезать. Спасибо. Ну, очевидно, об этом и идет речь, когда мы вспоминаем о планах строю права запускать дроны над крышами и фасадами домов. Вломываться в квартиры, конечно, они не имеют права. Ну, а на чердак-то могут, я понимаю. Ну, и срывать тоже все, что угодно. Я сильно сомневаюсь, что можно сорвать все, что там висит. Мало ли кому-то принадлежит. Ну, вот слушайте, мне заволнуется, что действительно ли это какие-то легальные компании, или это какие-то левые мастера. Да, и как их отличить, кстати. Ну, здесь ситуация такая, что правила устройства таких сетей и все прочее, что связано с ними, там есть специальные правила устройства и эксплуатации сетей коммуникации. И одно из очень важных условий в этих правилах, что каждый кабель должен иметь маркировку в обеих концах, где известно, кому он принадлежит и где его найти. То есть, либо номер телефона, либо номер лицензии. Если кабель не маркирован, ну, это однозначно можно сказать сегодня уже, что он нелегальный. Если кабель маркированный, ну, тогда можно выйти на владельца этого кабеля и выяснить все эти проблемы. Ну, в целом понятно, в общем-то, в интернете можно смотреть почти все, что разрешено, я прихожу к такому выводу. То есть, никто не может оштрафовать человека, который зашел на сайт РТР и, например, хотел посмотреть там развлекательную программу. Если сам сайт это допускает на территории Латвии. Да, если именно, так сказать, разрешение самой компании РТР, то уже никаких станций применять не возможно. Ну, РТР достаточно условно, конечно, это просто ради примера таких телеканалов можно назвать больше сотни. Охота и рыбалка. Охота мне смотреть по рыбалку. Ну, да. Но получается, что, еще раз повторяю, если мы обращаемся на сайт какого-нибудь или украинского, ну, или неважно какого, ну, компании, которая предлагает услуги, вот, например, просмотра, ну, пакета телевизионных каналов. И, таким образом, мы можем использовать эти услуги, заплатить этой компании, и это будет считаться, ну, в рамках закона? Ну, сама по себе оплата этой компании еще не освобождает ответственность, если программа все-таки поставляется нелегально. Да. Так что, здесь, конечно, это ответственность самой этой компании, которая продает эту услугу, не имея на это разрешения. Да. Но здесь потребитель, ну, он довольно в безысходном положении, потому что проверить, что, например, у какой-нибудь украинской компании есть разрешение от другой обещательной организации или нет, но это практически невозможно. Хорошо. Огромное спасибо. Спасибо большое. Председатель управления Латвийской ассоциации электронной коммуникации Илмарсу Мулсу за объяснение вот этой легальности телевизионного контента, в том числе в интернете. Ну, а нам время закругляться и прощаться. И хочется отметить, что сегодня, например, празднуется Международный день батарейки, поэтому желаю, пусть этот день будет у вас полным энергии. Ну, а впереди новости и программа «Эхо Москвы. Особое мнение», где гостем будет Андрей Макаревич. До свидания.